Спорт и здоровый образ жизни стали важной частью жизни современного человека. Загруженность на работе, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стрессы снижают качество жизни людей и, как следствие, возникают проблемы со здоровьем. Поэтому большое количество людей осознало, что лучший способ для сохранения здоровья, красоты, молодости и хорошего настроения – это здоровый образ жизни, занятие спортом и правильное питание. Сегодня наши гости расскажут вам о том, с чего начать человеку, который и решил изменить свою жизнь, став на тропу оздоровления и здорового образа жизни. Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас сегодня в нашей передаче «Открытая студия». Тема сегодня довольно-таки актуальная. И хотелось бы сейчас первое слово все-таки предоставить нашему герою передачи – это Бояр Ахметов, который пришел к нам в студию, чтобы поделиться своей историей, с чего он решил начать именно здоровый образ жизни, как он к этому пришел. Бояр, расскажите, пожалуйста, нам сначала. Всех приветствую! Меня зовут Бояр. Я начал придерживаться здорового образа жизни с 1 апреля. Я хожу в клуб «Здоровый образ жизни». И когда я пришел, я весил 126,7 килограмм. Получается 126 килограмм – 700 грамм. Сейчас за 13 дней я скинул, получается, в общей сложности где-то 7 килограмм и 600 грамм. Вот у меня сейчас точный вес. И благодаря этому режиму, то есть я до того, как начал этим заниматься, как и, наверное, каждый третий или второй молодой человек моего же возраста, мне 23, спал, может, очень долго, курил. То есть были вредные привычки, малоподвижный образ жизни. Да, были вредные, малоподвижный образ жизни. Сейчас совсем за 13 дней я стал другим человеком абсолютно. То есть вы внутренне поменяли? Внутренне, ментально, физически. Я абсолютно везде во всем поменялся. Я считаю, что я не вернусь к тому образу жизни, которому я придерживался до этого. И всем советую перейти на здоровый образ жизни. Пайер, а что вас все-таки побудило прийти к этому? Ведь до этого вам лишний вес абсолютно не мешал. Вы себя любили таким, какой вы есть. То есть не придерживались правильного питания, ни спорта. А потом в какой-то момент осознали, что так больше... Ну, я бы не сказал, что я себя прям любил. То есть, конечно, были и комплексы. То есть, ну, я видел то, что у меня не такое уж и прекрасное тело. Ну, это было всем, конечно, заметно, и мне. И я до этого думал, что похудеть надо. Ну, как-то не знаю, у меня там внешние факторы были, друзья говорили там. А в один момент я решил, что я сам этого хочу. Я хочу поменять полностью свою жизнь. И вот решил вообще абсолютно поменяться. Сейчас вы весите, значит, у вас было 126 килограмм, вы скинули 7 килограмм. 119 у меня. 119. Но вот до какого веса вы хотите себя довести? Ну, хочу 90 весить, быть качком. Качком? Да, хочу быть здоровым, огромным парнем, сильным. И главное, что я заметила, за 12 дней бояр не только ушел от вредных привычек, да, он начал читать. Ты про это расскажи обязательно. Это же самое главное вообще, когда человек меняется не только физически, а и на клеточном уровне, то есть отсюда. Ну, да, я заметил то, что с приходом правильного образа жизни в моей жизни, то есть я полностью, абсолютно начал меняться и здесь. Какие-то правильные мысли начали приходить в мой голову. Все негативные какие-то, вообще, все, о чем я думал плохом и вредным, оно все ушло. И сейчас я хочу развиваться и физически, и ментально, постоянно читать книги, развиваться, учиться. То есть здоровый образ жизни, он реально. Байер, вы молодец. Мы желаем вам, конечно же, удачи и успехов. Главное, не останавливаться на достигнутом. Мы вас верим. Тем более с вами вот такие консультанты рядом, которые направляют вас, подсказывают. Да, и всего этого не было бы, конечно, без моего коуча, ментора, который направил меня в этот путь правильный. Спасибо большое. Так все-таки здоровый образ жизни – это модный тренд или жизненная необходимость? Сегодня так звучит тема нашего эфира. Давайте мы послушаем и других наших гостей. Вы как считаете? Вот вы послушали историю боярки. Конечно же, это необходимость, потому что ожирение на сегодняшний день уже признано заболеванием. Это болезнь, причем прогрессирующая. То есть если с этим не бороться, оно не пройдет как грипп или коронавирус. Оно будет только прогрессировать с каждым годом, все больше и больше. И причем самое такое пагубное, что это не так заметно для человека, вот как другие какие-то болезни. Поэтому, конечно, это жизненная необходимость. Безусловно. Вы тоже так думаете? Ну, существует общая тенденция. Сейчас активно развивается пищевая промышленность. И развивается она не совсем в ту область, а в область естественного питания. Сейчас очень сильно развита химия. И зачастую натуральные продукты и натуральные вкусовые ощущения, они подменяются различными химическими добавками. Это ароматизаторы, усилители вкуса и так далее. Потом это упрощает производство. Поэтому это как бы не проблема, может быть, даже одного человека. Да, это проблема, в принципе, людей в целом, в общем. Всего мира. Вот, поэтому сопутствующие как бы и пошли вот эти вот моменты, как набор лишнего веса более быстрый, вот, ожирение и так далее, и так далее. Да, конечно, здоровый образ жизни, он необходим человеку, если человек хочет долго жить, жить продуктивно, плодотворно, никаких-то неограничений не иметь сам, просто быть довольным собой, своей фигурой, своей внешностью. Это добавляет дополнительные положительные эмоции, да, как бы для людей. И, соответственно, делает жизнь лучше и интереснее. Но люди, каждый сам решает для себя это. Потому что тут помимо желаний есть какие-то и социальные аспекты. У кого-то есть свои возможности, да, что-то менять, да. Кто-то настолько в эту жизнь как бы втянут, закручат, но у него как бы нет столько свободного времени и возможности что-то как бы менять, да. Но при желании, при желании каждый человек может сделать жизнь свою лучшей, как бы и фигуру. Вот как бы Олег сказал, да, что питание поменялось, вкусовые добавки, ароматизаторы, это я полностью согласна, что это как бы не вина там какого-то одного человека. Это вот даже от нас и независящее, вот как бы, когда мы это не осознаем, вот, ну, вот так вот, не по нашей воле мы приобретаем лишние килограммы. И еще, я согласна с этим, еще хотелось бы добавить, что сейчас настолько наш комфорт жизни, как говорится, ну, вроде как улучшается, да, то есть даже в быту для женщины, там, и для мужчины, что это тоже провоцирует, это как раз-таки провоцирует гиподинамию, то есть отсутствие движения. Это тоже провоцирует лишний вес. Вот как наш герой сказал, он сейчас отказался от всего транспорта, это очень хорошо, потому что на сегодняшний день движение, ну, прям минимальное у всех, минимальное. Даже когда вы работаете, вы должны стоять. Здоровый образ жизни – это залог, конечно же, отличного самочувствия, прекрасного настроения, но, однако, в суете рабочих дней мы забываем даже элементарно делать утреннюю гимнастику, да, как говорит бояр, или ходить пешком, нам проще вызвать такси, проехаться на автобусе или сесть за руль своего автомобиля. И укоренилось мнение, что правильное питание, спортивные нагрузки – это дорогое удовольствие, и не у всех, да, позволяет возможности пойти, там, в спортзал или поддерживать именно правильное питание. Это же ведь тоже, согласитесь, что такие продукты стоят намного дороже, да, вот, как поддерживать, она, мотивацию к здоровому образу жизни? Так ли важна физическая активность? Вообще, наверное, сейчас со мной даже согласятся эксперты, да, в этом. 80% питания, 20% – это необходимо. То есть в этот человек должен прийти уже, как сказать, осознав, прям посмотрев, открыв свой холодильник, да, разобрав все, что он кушает. Вы знаете, здоровый образ жизни – это не так дорого, как нездоровый образ жизни. Нездоровый образ жизни, когда я была та, анара, когда весила сама 94 килограмм, я у меня был на завтрак минимально за 2000 тенге, потому что мы покупаем все, вот, заходим, мы хотим себе завтрак, мы хотим приготовить, и мы покупаем все. Мы хотим красиво накрыть для мужа стол, и вместе мы это должны все съесть, как говорится. А сейчас, когда есть здоровый образ жизни, когда ты знаешь, что тебе необходимо, и что вот это вот принесет тебе пользу, ты уже ограничиваешь все во всем, что не нужно. И это даже экономит. Вы знаете, Лаура, это экономит, это уже проверено. Мы даже статистику проводили, сколько экономий это приводит. Поэтому обязательно нужно ходить, обязательно нужно, если ты не занимаешься спортом, мне кажется, это обязательно нужно хоть научиться, как заниматься спортом, обратиться к профессионалам, да, какие силовые нагрузки это делать, как надо бегать, сколько это нужно проводить время, и обязательно следить за питанием. Это зависит напрямую от человека. Если человек себя обманывает, где-то здесь около меня ходит здоровым образом жизни, и где-то за углом он будет себя обманывать, это не приведет к успеху. Нужно это все вместе делать сообщать. Вот, конечно, если говорить, вот кто смотрит правильно питание, а многих информации сейчас в интернете вообще просто не, я не знаю, смотреть, не пересмотреть. И многие люди запутаны и считают, что здоровое питание – это вот какое-то специализированное, что-то должно быть вот какое-то особенное. На самом деле все продукты, там, не знаю, что помидор, и, например, приведем, да, в пример, шоколадку, там, или пирожное, они все состоят из белков, жиров, углеводов. То есть состав у них одинаковый. Да, там есть ароматизаторы и там какие-то прочие, но если вот касательно конкретно продуктов, нет плохих или хороших. Есть количество потребления продукта, если говорить уже о похудении. Если говорить о здоровье, то да. То здесь как бы не нужно ничего. Самое простое – вот оно, то, что выросло, то, что вы знаете, в вашем регионе растет, то, что вот оно. Но это и есть полезное, это и есть нужно. Как бы здесь не надо никаких там вдумывать себе специальные какие-то батончики покупать или там коктейли и прочее, прочее. Это вполне доступно. А вообще можно посадить у себя в горшке зелень. Вообще замечательно. Круглый год у вас зелень. Спасибо. Я хочу вам сейчас представить нашего следующего героя. Это Бесингалий Бегалиев, морж, да, который закаляется, ведет здоровый образ жизни. Он настоящий пример для подражания. Бесингалий является участником 10-го чемпионата мира по зимнему плаванию в городе Тюмени. Несмотря на свой возраст, мы, наверное, все-таки скажем, сколько вам лет. Мы все гости действительно были шокированы, когда узнали, что Бесингалий исполнится скоро 72 года. Вот как вам удается оставаться всегда в хорошем расположении духа, выглядеть всегда таким молодым, полным сил, энергии Бесингалий. Поделитесь, пожалуйста, секретами своей молодости. Может, все-таки это моржевание играет такую большую роль? Наверное, моржевание тоже имеет. Потому что я такой, правда, у меня веса не был никогда. Наоборот, я был худой. Потом что-то после 40 немножко поправился. И вот начал в 95-м году начал обливаться каждое утро. Утром два ведра воды. А потом вот в 11-м году пошел купаться. Потому что просто я не знал, куда идти купаться. Не знал, что есть того клуб, где вот люди занимаются три раза в неделю. Потом нашел этот клуб и начал регулярно ходить. Ну, как вы сказали, здесь питание. Питание, я тоже думаю, что не обязательно какой-то придерживаться. Вот это, это можно, это нельзя. Просто надо не переедать, есть. Я, например, себя ни в чем не отказываю. Ставать чуть-чуть голодным, да, состав? Ну, голодным так не бывает, но не переедать. Не переедать. Ну, я не согласна в плане, что как раз чуть-чуть голодным. Здесь больше риск, наоборот, потом объесть. Это очень старая поговорка, и за стола нужно вставать чуть-чуть голодным. Просто не переедать, чтобы там что-то вставать, и уже мешать не можешь. Как вот раньше говорили, там казахи бараны съедали. Ну, это не надо делать. Ну, вот это, подоживание, конечно, плавание зимнее. Мы вот среда, субботу с Ксения, ходим вот в парке, купаемся. Сейчас у нас уже, как получилось, два коллектива, один коллектив на Урале купается, а один вот мы на Чигане. Мы вот на Урале новые начали. В этом году только начали купаться, ребята. Чувствуешь себя свободно, как... Ну, хорошо, особенно после «Искупайся», особенно, когда вот бывает такие морозы сильные, выйдешь, с тебя пар идет, пока дойдешь до помещения, у тебя все, голова замерзла. Я сам зато чувствую, потому что мы же там не только плаваем, мы сначала рубим, прорубь готовим, потом бегаем. У нас там где-то примерно полтора километра по парку, там на улице. И потом в помещении минут 10-15 занимаемся зарядкой, потом купаемся, и потом опять минут 15 зарядкой. А если зарядку не делать, выйти, ты сразу ездишь домой, замерзнешь. То есть этим самым вы укрепляете свои иммунитеты, поэтому не подвержены всяким простудным заболеваниям, болели хоть раз? Да, может, и болеем, и замечательно. В АИС-71 год вы абсолютно здоровы, у вас нет никаких хронических заболеваний. Нет, абсолютно здорового человека. По больницам, поликлиникам не ходите, без ингалей? Нет, в большинстве нет. Ну, это разговор о стрессе. Он как бы говорит, вот закаливание, в частности, обливание, купание – это стресс. Стресс, да. Вот как стресс, когда, я не знаю, что-то происходит негативное в жизни, то же самое. Стресс, он вообще один и тот же. Но когда фокусируется человек на положительные эмоции, то есть он положительно себя заряжает, вот он рубит этот прорубь, то есть он понимает, что это что-то хорошее, и когда происходит стресс, тогда действительно наш организм закаливается положительно, и мы не болеем. А после, когда негативный у нас стресс, ну, мы его так, вернее, воспринимаем. Все, значит, зависит от отношения к процессу, да? Конечно, вот. Любой стресс нужно воспринимать позитивно, и будет вам счастье. Верно, верно. А кто-то идет, да, видите, да. Это хорошая теория, кстати, что-то новое я сегодня узнала. Нет, на самом деле так, потому что я тоже как бы интересовалась стрессом, и там один из положительных стрессов рассказывался как раз-таки о закаливании, о купании в холодной воде. Поэтому вот я тоже хочу начать, вы меня возьмите. Ну, это кратковременный стресс. Наверное, вы сильно расстраивались, когда рука заканчивается, рука, весна, лето. Ну, конечно, но мы... Чем вы занимаетесь в это время года, особенно теплое время? Уже три года, в этом году четвертый год, мы до этого не занимались летом. Сейчас мы у нас тоже, вот, некоторые уже летом, зимой мы вместе, как все у нас, как группы получаются. А летом немножко те, кто ходил в парк, те, кто ближе живет там, мы, например, я лично езжу на карьеру, там купаюсь. Эти ребята, кто на Урале, те на Урале. Потом есть, у кого дача, на даче. Все лето купаемся мы тоже. Где-то, наверное, пораньше, да, утром было? Да, летом мы, летом будет, зимой мы в 10 часов собираемся. А летом мы где-то 7, 7 часов идем уже туда вот. Вот у нас человек 6-7, мы ездим на карьеру. Спасибо. Ну, там вода прозрачная, прохладная, хорошая. Тебя тоже там, кстати, купаются. Спасибо. Вернемся, да, к нашим? Ну, мы там, получается, у нас, если мы зимой три раза в неделю, а здесь два раза, только в субботу с ксим. Можете присоединяться. Я с удовольствием. Мы обязательно присоединимся к вам и всей группе. Думаю, что и телезрители бы вдохновили сегодня свои истории. А все-таки, скажите, пожалуйста, Олег, сейчас многие держат диету. Как выбрать все-таки безопасную диету? Ну, хорошо, я вас понял. От которых лучше держаться подальше. Я немножко, да, перед тем, как возник вопрос этой передачи, немножко все-таки постарался подобрать информацию, почитать. И вообще такое мнение основное, да, которое я считаю тоже правильным, и присоединиться к нему готов, это не нужно диет. Нужно правильное пищевое поведение и правильный режим питания, чтобы он был постоянно. Потому что, смотрите, как люди, в принципе, относятся к диете, что это такое кратковременное занятие. Вот я сейчас посижу на диете. Скину, да? Я добьюсь каких-то определенных своих. И снова. И потом снова застаренько, потому что это удобно, поэтому не нужно напрягаться. И потеря на килограммы заморачиваются. Да, да, да. Это как, вот. Но они не думают о том, что потом же с возвратом к прежнему питанию опять же вернутся все те же самые проблемы. Поэтому этот вопрос нужно решать в корне, да. И вот наш герой, наш малый человек, он вначале это все озвучил, что он сначала пытался, но пока он не понял всю глубину, да, вот этого момента, да, и не стал серьезно подходить к этой вещи. Есть такой момент, как у нас есть мотивы разные, да, на что-то. Вот мы хотим того-то, мы хотим чего-то. Но зависит от того, насколько сильно и насколько реально мы этого хотим. Мы можем этого хотеть на совсем чуть-чуть, на 15 процентов, либо мы понимаем всю эту необходимость, да, и хотим этого, что называется, всей душой, да. И тогда уже в этом случае мы ищем реальные пути решения. И мы, ну, если человек реально захочет, он добьется своего. Это на самом деле так. Главное, знаете что? Главное, все начинается с психологии. То, что человек как бы должен внутренне с собой как бы пообщаться, прийти к какому-то консенсусу, да, и уже решить, насколько это мы действительно серьезно, он к этому готов. Потому что, чтобы что-то добиться, да, все равно какие-то нужны будут ограничения в чем-то, да. И есть еще такое мнение, говорит, если образ жизни привел вам к определенным, да, последствиям, то есть вы там набрали лишний вес или еще какие-то проблемы, да, получите, нужно менять образ жизни, нужно что-то искать другого, да, и вы получите, соответственно, как бы, ну, уже другой результат, который вас больше устроит. Поэтому нужно стараться выработать правильное пищевое поведение. И чтобы это было нормой жизни на каждый день, да. Чтобы мы желательно, вообще советуют отказаться от быстрых углеводов, да. Что такое быстрые углеводы, ну, я надеюсь, все знают. Это сахар, сахаросодержащие, хлебобулочные изделия высокой очистки, да. От всего майонез, майонез, кетчупы, да, от всего этого желательно отказаться. Рафинированных продуктов. Да, от рафинированных продуктов нужно перейти на более естественные продукты. Вот, да, утро всегда, утром. И очень важен, кстати, помимо всего прочего, водный баланс. Сколько мы потребляем жидкости. Очень важно потреблять в достаточном количестве. Даже каждое утро желательно начинать со стакана теплой, чистой воды. Ну, кто хочет, кому позволяет организм, можно немножко туда лимона выжить. Потому что, да, лимон, помимо всего, он и кровь разжижает, и в целом благоприятно влияет на организм. И в течение часа завтрак. Завтрак должен быть достаточно плотным. В нем достаточно должно быть углеводов, сложных углеводов, да, которые нам будут давать подпитку энергии на весь день. Потому что есть такое расхожее мнение, что если мы хотим похудеть, то мы должны делать акцент на белковом питании. Но, опять же, я недавно прочитал такой момент. Что такое белки? Это строительный материал для тела, для нашего. А что такое углеводы? Углеводы – это как те самые строители, которые из этих кирпичей будут складывать здания. И зачем вам нужны эти будут белки, если нет углеводов, да. И, собственно, это, да, 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 должен быть баланс. Все же балансировано должно быть. И жиры, не нужно пугаться жиров. Жиры тоже, да, это все не нами придумано, это давно все работает. Жиры тоже несут свою хорошую положительную функцию. Опять же, если это правильные жиры, они насыщенные, они участвуют у нас и в процессах жиры гормонального фона, да, и так далее, и так далее. Расщепление витаминов. Очень важно присутствие витаминов, потому что они служат катализаторами внутренних процессов. Поэтому просто нужно продумать. Все начинается, есть проблемы, начинается с набора информации. Откройте, посмотрите, решите, что вы на данный момент можете реально для себя сделать. Сделайте первые шаги. Спасибо. Анар, вы согласны тоже? Да, я абсолютно согласна с Олегом. Действительно так. Ко мне, вот, например, в клуб «Здоровый образ жизни» обращаются девчонки молодые. До замужества хотят постройней, да, а затем забывают. Я всегда об этом говорю. Вы, я как консультант, должна вам поменять привычки питания на всю жизнь. Я сама лично по генам, на генном уровне мы склонны к полноте. И мы не кодируем ни от чего, да. Если мы опять вернемся к тому образу жизни, мы опять, и я, будучи консультантом, могу поправиться. Поэтому это на всю жизнь. Как Олег сказал, это надолго и навсегда надо поменять привычки питания, поменять образ своей жизни. Надо уже себе, вот, что тебе доставило удовольствие, к чему ты пришла, вот так вот, будучи здорового образа жизни, ты должна это всю жизнь придерживаться. Есть люди, которые, конечно же, это придерживаться, есть люди, многие, увы, очень, к сожалению, есть люди, которые вот добиваются результатов, а потом об этом забывают. И с этим... Ой, у меня прям кейс, что здесь добавить. И я хотела бы, знаете, вот ответить на ваш вопрос. Что делать в корне нельзя? Ну, то есть, как бы, какую диету можно, какую нет? Естественно, все монодиеты. Что такое? Это короткие. Или какой-то определенный продукт. Все знают про гречку и грудку, ну, вот, кто пытается похудеть. Вот этого делать нельзя. Ни в коем случае нельзя питаться одной гречкой, или там одной грудкой, или одними яблоками, кефирами, ну, в общем, каким-то одним продуктом, чтобы это был такой сжатый рацион. Этого делать нельзя раз. Нельзя надеяться на какие-то вот специализированное питание. Я не буду говорить сейчас, что это там за фирмы питания, но если вы когда-то столкнетесь, и вам будут предлагать специализированное питание, то от этого тоже нужно отстраниться, потому что это неестественно, вы с этим всю жизнь жить не будете. То есть, это вот тоже какой-то период, после которого мы вернемся, как говорится, к точке ад, которую там и отправлялись. Второй момент. Это суперфуд, правильно, такое сейчас слово модное, суперпродукты. То есть, многие сейчас в интернете видят, вот от этого худеют, вот это сжигает больше калорий. Не может какой-то продукт сжигать калории. Каждый продукт их содержит. То есть, припотребляя хоть что-то, вы в себя кладете эти калории. Но никак, там, съев грейпфрут или брокколи, или петрушку, или сельдерей, вы его съели, и он наоборот, там, вас что-то там расщепил и сделал менее калорийную пищу. Нет. То есть, вот это тоже верить нельзя. В первую очередь, что нужно сделать? Это расслабиться. Для чего? Вот, конечно, у вас есть свой консультант, но я думаю, что вы тоже послушайте. Расслабиться и не нагружать себя сразу многими вот пунктами. Все, с завтрашнего дня я встаю во столько-то, кушаю, кушаю, обязательно хожу, потом еще иду в спортзал, а вот отсюда мне еще нужно там в планке подстоять. То есть, не нужно себя сразу резко нагружать. Вот это основная причина отката всех желающих похудеть. Потому что они видят, вот как Лаурочка, да, выглядит, я тоже так хочу, что ты делаешь? Она-то уже прошла этот путь, она говорит, я делаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Они раз в один день все сделали, им стало жутко тяжело, и больше они этого как бы не хотят делать. Нужно сделать все постепенно, просто расслабиться. Вот привычки, правильно, образ жизни. Как мы говорим, я так привык жить. Ведь наша жизнь состоит из привычек, правильно, нужно менять привычки. И вот сначала нужно поменять хотя бы одну привычку, чтобы она действительно стала привычкой. 21 день – это никакой не срок для привычки. До трех лет привычка формируется. Я уже бегаю, не знаю сколько, но и сто, у меня привычка сейчас 50 на 50. Дай волю. Наталья, не у всех ведь хватает-то силы воли сказать своим вредным привычкам «стоп!» А не нужно прямо вот сказать, что я хочу один момент тоже. Между прочим, мы можем нашу Лауру взять как второй героиней нашей передачи. Обязательно. Потому что она же тоже добилась определенных результатов, и она может поделиться при желании определенным опытом, да? Если захочет, конечно. Так что мы готовы послушать, как вы добились таких результатов. Давайте поговорим в следующем выпуске программы. Это действительно большая сила воли и работа над собой. Это большой улучшенный процесс. Это уже действительно становится образом жизни. Вы правы, я абсолютно с вами соглашусь. Вот я хотел спросить, вот я, говорит, утром, у меня каждый день, каждый день, вот, 7 дней в неделю, 7 каши разные ем каждый день. Ага, замечательно. Утром обязательно каши ем, и вечером перед сном, говорит, нельзя кушать. А я перед сном всегда стакан кефир выпиваю. Кефир хорошо вечером, да? Это правильно. Это у нас уже идет в старину. Вот наши даже, вот мы, если сейчас мы водички попили, спать легли, да? А давно мы же прям наливали, а там зла, да, бабушки, дедушки. Мы носили. Вот кефир. Да, и, конечно же, кефир, кефиру рознь, какой кефир вы пьете еще, да, домашний, хороший, наш. Погоди, мы сейчас две возьмешь, там. Ну, емблсен, асплсен, конечно же. Вот я вот слышал только что от девушки, насчет именно вот, чтобы не перегореть, да, как-то, и вот мне интересно, то есть вот я не первый раз слышу, вот мне знакомые, вот говорят тоже. Я сидел-сидел, думал и как-то наткнулся на такое понятие, как читмил. Вот что вы можете сказать об этом? Замечательная такая, значит, штука. То есть это как будто мечта какая-то. Вообще здоровый образ жизни, если говорить конкретно о питании и вот этому читмилу, кто не знает, читмилу это просто какая-то вкусняшка, которую ты запрещаешь себе, ты вот читмилу, значит, ты можешь ее съесть. Иногда. Одна вкусняшка. Да, иногда. Одна. Да, один прием пищи. Вот как правильно придерживаться, вот я, допустим, вот хочу этим воспользоваться и... Да, сейчас я съесть. Нет, вообще, вообще есть мнение, что если закрыть глаза, можно есть две. Да, и вот я хочу сказать, что вот как раз-таки вот эти читмилы, да, вот эта вот позволительность, она делает настолько часто, праздники дает в своей жизни, потому что, например, раз в неделю рекомендуется, но в твоем... Раз в месяц, я думаю. А я себе не отказываю в этом. Вот. Раз в неделю это нужно делать, можно я договорю, да? Вот. И это как бы приносит такую жизнь. Вот ты живешь, и вот так вот несложно, если в месяц, раз в месяц в месяц тяжело прожить. Это 30 дней, это неизвестно, что случится, это цикл, целый цикл у женщины, это, ну, как бы, зарплату можно получить уже, как бы, тут по-разному. А неделя это не такой длительный срок, ну, или хотя бы две, да, когда ты только вступаешь, когда ты с числа всего недоволен, ну, хотя бы в две недели. То есть это не такой большой промежуток, когда ты можешь тебя держать в рамках, а потом тебе дать посовление. Ну, естественно, с такой оговоркой, что как, еще раз, извините, позовут? Бояр. Бояр. Вот я сейчас позволяю, я себе разрешаю, я себя ни в коем случае за это не ругаю, это дает мне только положение, меня насыщает, это мне, там, я освобождаюсь, там, от каких-то негативных мыслей. То есть ты благодаришь вот эту чатмилу, вот эту вкусняшку, бяку или что-то. Вот. И я себе обещаю, что, как бы, ну, это вот только сейчас поем и буду продолжать. Потому что многие, да, бывают, что начинают вот вкусняшками разговяться и все, и пошло-поехало. Ну, потому что, почему это происходит? Потому что я начинаю себя ругать, а когда ты себя ругаешь, тут повышается стресс, что вот я такой, больше есть не буду. Она или он не ест, а вечером у тебя мозг отключается, защитные функции все отключаются, и ты просто опять наедаешься. И получается этот вот круг. Главное себе прям разрешить свободно. А как правильно, вот именно провести этот день? Правильно, берешь вилку, ложку, я не знаю, что там, что ты хочешь есть. И весь день вообще нет, 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 не весь день. Один, нет, не один. Я добавил. Вот, вот, мне интересно. Да, ну вот сколько, да, длится прием пищи, там, 20 минут желательно, чтобы трапеза шла, да, то есть быстрое потребление пищи тоже провоцирует лишний вес. Хотя бы 20 минут, там, да, или там. Вот отводится, значит, мило, ровно час. То есть за этот час, вот, да, ты можешь, ну, вот, всего лишь час в это, в один день. В неделю раз? Ну, в неделю раз я могу себе позволять. Вы можете себе позволять. А ему в данном случае в месяц один раз. Да, ему нужно растягивать на час приема его. И смотря что он позволит во время этого часа. Что? Ну, как бы его нельзя лимитировать на 20 минут, потому что здесь вот это вот пойдет. Ну, если у вас как бы есть время, вы можете спокойно пить чай, это не относится к 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 чай. Детесь есть за час, столько и... Столько и... Да, и я потом... Один маленький момент, а к чему этот вопрос был задан? У вас уже есть такая тенденция немножко назад отступить? Нет, ее как раз таки нет. Я вот хочу обратить внимание на то, что... Запасной окоп. Когда каждый день ты видишь результат, и когда ты отказываешься от своих вредных привычек, у меня вот это вот... Его давно не было в моей жизни, вот это вот слово «я могу». Оно вот каждый день, вот, это может еще влиять вот эта вот как-то зарядка утренней, это вообще все факторы, может... Влияет все, конечно. То есть я сейчас, я могу себе, могу позволить себе сказать, я могу абсолютно во всех сферах, которых я вот... И насчет читмилы я не думал о том, что вот я хочу кушать, я именно вот думал о том, что вот постоянно мне говорят, вот ты перегоришь, успокойся, успокойся, а ты хочешь... Ты все равно вернешься, да, а ты хочешь и думаешь... Это вот, знаете, окружение, да, вот окружение большую роль играет, но ты должен стоять, вообще все люди должны стоять, думать о себе, что мне нужно, мне это нужно, или это модное слово, кавычки, да, читмил, он мне нужен неделю один раз. Если он тебе необходим, я понимаю, да, тебя трясет, ты хочешь этот читмил, но если ты обходишься без этого читмила, это слово, серьезно, это трендовое такое слово, да, ты, если обходишься без него, и ты счастлив, ты идешь к своей цели, мне кажется, он и не нужен, в принципе. Да, нет, я тоже так считаю. Потом вот Олег у нас инструктор силовых, да, программу, тренажерный, тренажерный, то есть как раз-таки там идет формирование мужского красивого, ну и женского. Я вот что хочу тебе от себя дать такой совет, что не обязательно в 90 килограмм может мужчина накачанно быть, он может и 120 выглядеть красиво, то есть здесь как бы уже вес не должен тебе совершенно никак вот влиять на тебя, ты просто иди вот на процесс, смотри на свое тело. Это называется композиция тела, то есть соотношение жировой ткани, мышечной ткани, костной ткани, то есть 100 килограмм, даже зачастую в интернете приводят фотографии, то есть мужчина 100 килограмм, он выглядит может абсолютно по-разному, он может быть так выглядит, а может быть как-то вот типа. Ну вот Олег, что вы можете сказать, Бояр? Как быстро нужно начинать вот именно силовые вот какие-то... Ему нужно увеличить физическую активность, кроме зарядки и ходьбы. Я услышал. В принципе, в принципе, не повредит, да, можно, можно, потому что это, во-первых, смотри, когда ты выбрал другой путь, да, какие-то действия в твоей жизни, они этот путь добавляют, они его как бы насыщают и не дают тебе как бы скатиться немножко уже обратно. в ту сторону, вот. Ну а первые шаги даже в тренажерном зале, они тебе пойдут только на пользу, потому что ты, во-первых, получишь, у тебя будет больше тратить энергии будешь, да, больше расход калорий будешь, потом, когда появятся твои мышцы, а каждая мышца, это как лаборатория по сжиганию жира. Очень хорошо. Поэтому перед тобой откроются просто новые горизонты, и ты быстрее, да, быстрее достигнешь своей цели. А потом, ты знаешь, занятия в тренажерном зале, они потихоньку увлекают, и человек, во-первых, это будет, когда у тебя будет наполненность больше твоего времени чем-то, да, это у тебя, особенно после тренировок, ты получишь новые ощущения. При том, когда у тебя идут правильные, хорошие нагрузки, еще организм, знаешь, наш подпитывает нас, он вырабатывает гормон удовольствия, эндорфин, да, который, он тебя стимулирует к этому, понимаешь. Единственное, единственный момент, от которого хотелось бы предостеречь, это просто не нужно форсировать, потому что первое время, если ты придешь в зал и начнешь заниматься, это время как бы для адаптации. Даже если у тебя есть много энтузиазма, да, это не значит, что твои мышцы, твои связки, они готовы поддержать твой энтузиазм, понимаешь. Поэтому аккуратненько, это новое поле для твоей деятельности будет, да, и это будет очень большой шаг навстречу к исполнению твоей мечты. То есть вы готовы? Конечно, прямо сейчас, готовы уже, ближай, после эфира сразу. Обязательно. И еще, от чего хотелось бы предостеречь, вот некоторые люди, да, с лишним весом хотят бороться и начинают делать что? Бегать начинают. Они не учитывают то, что у них лишний вес, что это лишняя нагрузка на суставы, на связки, на позвоночник, которые к этому не готовы, и они получают вместо пользы дополнительные проблемы, да, у многих коленей летят, у кого-то проблемы с сердцем. Поэтому первое, да, это шаг, активный шаг. Есть такая тема даже, как скандинавская ходьба, это тоже очень хорошая тема, потому что вы можете открыть, почитать, она тоже приносит очень много пользы. Ну, там, все раскрывать не буду. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я вас слушаю. А можно еще прям вот секундочку добавить, чтобы человек все получился. Да, да. Этот, хороший мой, когда вы вступаете на стропу с туровой, насташе, шесть срывов, то есть, ну вот, этой вот апатии, это нормально. Знаете, это нужно благодарить. Это говорит о том, что вы реально что-то меняете. То, что если бы ничего не происходило, это говорит о том, что вы ничего не меняете. Если у вас есть срыв, если у вас наступает депрессия, вы должны ее благодарить. Боже мой, наконец-то, мне это надоело. И это говорит о том, что я что-то меняю. Передохнул и пошел дальше. Шесть, это нормально. Дальше уже идет привычка плохая. Главное, действительно, дальше идти. Да, просто на это посмотреть адекватно, что, ну, это нормально, я подустал, у меня было другое. Это нормально, это со всеми происходит, абсолютно. Сейчас пройдет несколько дней, и я опять снова вместил. То есть, не нужно, все, я не хочу. И с этим соглашаться. Ассоциация вышла на трапе. Я уже все испортил, я больше не буду. Нет, 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 ничего не испортится, абсолютно. То есть, опять идти, искать, и дальше идти. Да, дальше еще лучше получится. Дорогие гости, время нашего эфира пролетело незаметно на одном дыхании. У нас остается буквально несколько минут до окончания передачи. И в заключение еще раз, какие у вас будут пожелания всем нашим телезрителям, Бояра, вот сегодня вы послушали всех наших экспертов, вот, какие выводы для себя сделали, помогла ли наша передача хоть каким-то образом, именно вам вдохновила ли еще больше? Конечно, очень сильно вдохновила. Я заметил то, что с приходом вот этого именно правильного образа жизни общение меняется, и люди новые встречаются, которые вот именно подталкивают меня к дальше. Видите, на передачу попали. Да, это вообще... Я вот недавно только прочитал о каком-то всеобщем разуме, что ли, силе галактики, которая вот поддает именно вот такие возможности. Поэтому я благодарю всех за советы, за напутствие. Я узнал для себя очень многого, и желаю, что вы для себя подчеркнули, дорогой зритель, очень многого, то, что вы сегодня услышали. И желаю всем заниматься просто спортом, правильно питаться. Это на самом деле много усилий не требуется, как оказалось. Я думал раньше, что это такой непосердный труд. А если так с другой стороны посмотреть, то ничего сложного нет, просто придерживаться правильных. Это требует организованности просто. Да, просто... Организованность прежде всего, и что ты хочешь сам. Поэтому благодарю всех сидящих, спасибо, что поддержали, дали советы, спасибо всем. Пусть все получится. Я сегодня вдвое больше счастлива, что такой молодой человек, да, будучи рядом только 12 дней и попал в такое общество, как сегодня. Я думаю, что для 23-летнего парня сегодня, мне кажется, был такой вот, знаете, такой вот хороший толчок в жизни. Он же молодой, и как стебелек, да, вот сейчас, что он принимает. Поэтому ты видишь, вот в 72 года, да, занимается ЗОЖ, да, вот здоровый образ жизни, такая девушка, да, такой мужчина. И я, по-моему, безмерно благодарна. Спасибо огромное, Лаурочка. Герой, я хочу что от себя сказать, что ЗОЖ, здоровый образ жизни, это такая сложная система, многосоставная. То есть не только ЗОЖ, это похудение. Вообще быть звонким, тонким и прозрачным ни в коем случае каждому быть не нужно. И ни в коем случае похудение никак не должно сходиться с каким-то там модой, да, на сегодняшний день там или на завтрашний день. Это нет. Здесь должно быть конкретно здоровье. Тут слово начинается, здоровый образ жизни. Здоровье. Если вы себя чувствуете комфортно, и если ваш МТ, забейте, интернет есть у всех, в норме, то в принципе, да, тут вам и не нужно там садиться на какие-то диеты, что-то менять. Живите свое удовольствие, вас все устраивает. Если у вас, конечно же, появились там какие-то негативные моменты со здоровьем, стало тяжело ходить, отдышка, там, возможно, какие-то хронические заболевания появились, тут, в общем, часто вы стали посещать больницу, то, конечно, здесь нужно уже будет... И если вы еще имеете лишний вес, то, безусловно, это, ну, это большая часть проблемы. С ним нужно бороться. И бороться с ним нужно правильно. Найдите, вот, придите, даже к Лауре, она скажет, кому пойти или как-то, да. Ну, то есть она может отсылать себя, вам даст какой-то совет. Нет, ни в коем случае, да, не нужно, вот я повторюсь, себя сразу ограничивать, худеть в первый день на 10 килограмм. Нет, расслабьтесь и вот сходите к специалисту, поговорите, и все у вас будет хорошо. Всем здоровья, стройность красивых тел. И в это лето, пускай будет, каждый чувствует себя красивым, желанным, стройным, накачанным. Спасибо большое. И, Олег, вам в заключении. Ну, что я могу сказать и посоветовать каждому телезрителю, это, если человек хочет себя в чем-то поменять реально, да, то он это в состоянии сделать, просто нужно верить в свои силы, нужно искать пути решения вопросов, вот. Так что, а жить, так сказать, здоровым образом в жизни, ну, здесь больше просто дивидендов, потому что, если вы накопили плохие привычки, рано или поздно они вас приведут к плохим последствиям. И либо вы будете ходить в тренажерный зал на стадион, либо вы будете ходить по больницам, по аптекам, выбирать вам. Выбирать вам? Да. Всего хорошего. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче. Действительно, сегодня мы обсудили вот почти все, да, разные вопросы, связанные с данной темой. Спасибо вам за такие полезные советы, рекомендации. Будьте всегда здоровы, счастливы, оставайтесь на позитиве. Ну и до скорых встреч. Спасибо. Хорошее здоровье позволит человеку прожить полноценную, полную радостью жизни. И чем раньше вы начнете заботиться о своем здоровье, тем полноценнее будет ваша дальнейшая жизнь. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Это была передача «Открытая студия». Встретимся с вами ровно через неделю на телеканале «Акжаик». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»